добрый день дорогие друзья уважаемые подписчики вот время 10 приехал на работу и увидел следующую картину вот эта пара у нас которая не подобранная на ней заряд окончен из более сильной парой заряд также окончен на батарее которая имела при вытекшие банки более лучшие параметры сейчас я отключаю эти зарядники эти батареи от зарядки и сделаю замер плотности если плотность будет немножко отставать то будем делать до заряд если плотность пришла уже в норму то пока с этими батареями работу прекращу дай дам им отстояться и посмотрю на параметры если что еще сделаю один заряд также на 14 8 вольт с этими батареями поступим следующим образом вот эту батарею которая закончила работа с которой работа закончена и ее также отключу и отключу от зарядника то есть чтобы процесс отстоя проходил естественным образом как только работа прекратится с этой батареи то есть она перестанет брать заряд подключим опять эту же батарею назовем ее вторым номером вторую батарею подключаем заряднику и на 14 8 ждем окончания заряда чтобы батареи были как можно ближе по в отстойном состоянии то есть по нрц состоянии заряда полного также замерю плотность если плотность соответствует значит нет не так замерю плотность но это само собой и снимем параметры на отдельный бейджик этот бейджик клиента клиенту он не нужен он нужен нам снимем параметры и будем делать отстой уже пары этой этой пары на перемычках на 12 вольтах и будем мониторить падение номинального к номинальному нрц чтобы сделать делать уже до заряды как я это буду делать ну чуть чуть попозже так ну что друзья давайте замерим плотность в марсе плотность 126 половиной почти 127 в этой баночке точно такая же 126 половиной я все банки не буду вам показывать сам промерю их то же самое 126 половиной 126 половиной сейчас мы делаем от баночка мутная но ничего страшного батарея видео и крым и рим и крым и рим или крем и рим повидала ирине и поэтому ничего удивительного в том что электролит помутнил здесь нету батарейка напоминаю 16 года это как для человека будем так говорить 80 85 лет для этой матрии но она еще как-то держится в своих штанах так с этими батареями пока все ясно будем ждать отстоя пока устаканится нрц как я уже говорил с этими эти батареи я балансировать не буду ставлю их в том состоянии в котором они есть вот эти батарейки мы попробуем от балансировать чтобы придать им более презентабельный вид и бог дать чтобы они у клиента поработали чуть чуть подольше так ну что друзья прошло четыре часа отстоя давайте замерим плотность плотность не поменялась также 126 половиной блин насадка где-то угли никель где-то я утопил это банки также 26 половиной ну ка что у нас тюмень что нам скажет тюмень у крайних баночках посмотрим также 26 26 поэтому будем делать до заряд посмотрим что у нас сына c как они любят швыркать эти выпил о инерции у нас хорошо устаканилась 13 13 13 один пойдет пойдет включаем 16 вольт и будем делать до заряд пятью амперами пятью процентами пять процентов от 190 так это ну 9 с копейками мы сделаем выставим зарядный ток 8 ампер 8 ампер нам надо поднять жижу которая осела у нас на дне аккумулятора поднять ее наверх и перемешать электро лит так включаем вот так вот пошло 8 и 3 пойдет нормально так этот барсик у нас пока еще заряжается прошло 19 часов и 70 ну почти 78 ампер в эту батарейку уже вошло теперь вопрос подписчикам на засыпку для меня результат такой был в принципе предсказуем по показателям которые я видел на батареях вопрос такой почему вот это вот у нас батарейка которую мы паяли пришла к финишу раньше на каких таких основаниях если они работали в паре почему эта батарейка пришла раньше давайте замерим плотность так вот в эту баночку мы долили электролит 120 и и 132 плотность 132 так здесь у нас 131 значит что мы будем делать сейчас батарея пускай полностью отстоится так что в этой батареи у нас творится что у нас с плотностью здесь так 128 128 так ну дождемся окончания заряда сделаем замер плотности еще раз после окончания заряда и наметим дальнейшем план действий ну с этой батарейки мне и так все ясно скорее всего придется делать корректировку буду откачивать посмотрю по уровню либо откачаю часть электролита либо просто заряд аккумулятора 15 процентов поэтому у меня вспышкой отключилась а здорово сейчас вот поэтому будем либо доливать либо откачивать все понятно пока ставим телефон на зарядку и временно отключаемся так ну что друзья прошло час двадцать три отдано 11 с половиной ампер и тюмень перестала принимать до заряд отключаем зарядное свойство и мерим плотность так плотность 127 почти так 127 здесь также 127 этого достаточно для этой батареи так ну-ка давайте проверим заодно и барсика сектор так барс 127 с половиной 1 27 чуть чуть больше так ну дождемся пока вымпел нам не подскажет что барс тоже не хочет принимать заряд и отключаем зарядное устройство с этими двумя батареями работа закончена так сейчас время половина четвертого и и наверно часть к 6 сделаю замер тестером и будем смотреть так ну этот барс у нас пока еще принимает заряд и по всей видимости напряжение окончания заряда у этого барса вот он принял уже 83 ампера 20 часов заряда все таки на 14 и 6 вольтах ток потихонечку начал падать 14 6 барс этот рубеж переступить не может батарея зажатая зажатая ну дождемся окончания заряда и затем будем делать остальные выводы ну что друзья работа с нашими барсиками продолжается заряд сейчас буду прекращать вымпел не хочет уходить в отстой потому как до 16 вольт он явно не нагребет при 5 процентах он до греб до 15 6 вольт а и напряжение начало падать это говорит о том что батарея уже перестала брать заряд абсолютно и пора его прекращать плотность 1,28 1,28 в этой батарейке в Тюнецкой 1,27 ну-ка давайте еще замерим да 1,27 это батарея левая будем называть ее первым номером а эту вторым заряд по-прежнему берет напряжение поднялась выросла до 14,7 вот 90 ампер взяла 22 часа продолжается заряд и то потихонечку начал падать включил подключил к заряднику номер 2 батарея отстоялась и корректировал в ней плотность значит сделал со всех банок отбор по 60 миллилитров с этой банки где 1,32 отобрал 120 миллилитров 120 миллилитров в эту же банку удалил дистиллированной воды а в те банки отобрал 60 миллилитров и добавил 90 будем надеяться что плотность чуть-чуть корректируется здесь у нас давайте в этом тоже смирим плотность плотность 1 28 с половиной сейчас наверное буду отключать пол шестого я думаю этой плотности будет достаточно пол шестого и в шесть часов наверное буду накидывать уже звонили клиенты но хотели забрать батареи я им сказал что заберут они эти батареи завтра вечером потому как нужно довести дело до конца и процесс очень длительной работы с такими батареями быстро как известно у нас только кролики сами знаете что делают мне меня попросили чтобы я не выражался в своих роликах стараюсь сдерживать но в одном месте я выразил сейчас пришлось монтировать немножко один момент укажите где этот момент вырезал с крепким сварцом так да еще полчаса до шести часов я продолжу заряд потом отключу и накину клеммы для того чтобы батареи у нас до завтра показатели снимать сегодня а нет наверное сделаем замер до перед отстоем потом сделаем замер после отстоя и завтра будем делать уравнивающий дозаряд чтобы эти обе батареи поставили как можно ближе подтянуть друг другу так опять отключаюсь ток начал расти упал до 3 и 2 ампера и начал стремительно подниматься вверх это говорит о том что с этой батареей нужно завязывать работать заканчивать отключаем эту и эту обе батарейки мы отключили вот как быстро падает нрц на первом номере и на втором падает нрц меньше отдано 100 часов ой 100 ампер и время время у нас почти сутки так ну кого им покажет не покажет именно ладно не будем растягивать ролик сейчас сделаем замеры так где у меня вот они племочки сделаем вначале замер пусть сразу после заряда без всякого отстоя будет у нас несколько замеров сегодня сделаем так подпишем это первая батарейка у нас один это два этот замер у нас будет общий общий общак это у нас будет так минус сюда а плюс соответственно вот сюда так выбиваем 1250 обычная да необычная не совсем обычная батарея еще 250 без всякого отстоя показатели сейчас будут неверные так ну чуть-чуть конечно показатели лучше по суху было 71 сейчас 83 но этим замером не стоит доверять так 83 98 пусковой ток 1142 1142 сопротивление 2 41 НСЦ 1372 12 12 12 12 12 12 12 12 75 нас интересует сейчас на текущий момент именно НРЦ и сопротивление 2 41 я второй номер подзарядил именно для того чтобы НРЦ на момент балансировки было как можно поближе чтобы они друг друга батарейки сами корректировали под балансом 1250 ну вот смотрим на эту батарейку у нас батарейка опережает хорошо опережает по здоровью первый номер 92 процента и пусковой ток 1204 так 92 процента 1204 например НРЦ 1405 вот видите НРЦ как далеко убежало так но это с одной стороны хорошо как раз за счет этого завышенного НРЦ у нас и будет выравниваться вторая батарейка сопротивление 2,29 2,29 так ну давайте накинем сразу пленки и сделаем замер общий так блин надо было так это у нас плюсики один плюсик и второй плюсик вот так вот по плюсу и вот это у нас минус один так не перемкнуть бы бля а то так рванет что мало не покажется до Камчатки далече так подключаем так подключаем конвей так и выставим наверно мы пусковой топ ну давайте 2000 ампер обычная хотя 2000 это наверное я горячусь но давайте выставим нет 1800 давайте вот так вот это будет ближе к телу какая-то батарейка у нас не в работе так так вот это не в работе у нас так вот это у нас не в работе плохой контакт так пока на паузу так подключил подтянул клемки обычные необычные так 1800 ну вот это общий замер 67 посоху 1481 ампер так вообще 67 посоху 1481 1481 1481 напряжение 1371 1371 сопротивление 1 86 отключаем конягу отключаем конягу и давайте глянем что у нас с плотностью после моих корректировок так плотность у нас 126 после доливки воды после недаливки воды так вот эта баночка которая залита тоже 1 да 126 тоже 126 и вот с утречка также замерим плотность так сюда я также дали воды в эту вот и в этой батареи у нас плотность 127 с половиной почти 128 сюда я долю блин дай бог память по 30 или по 60 миллилитров или по 40 короче надо ехать домой башка не соображает на сегодня это все работу продолжим завтра завтра опять сделаем с утра замерчики как батарейки стабилизировались не стабилизировались подбалансировались не подбалансировались и уже будем делать дозаряд общий дозаряд чтобы балансировка усвоилась этими батареями так друзья ну прошло порядка 18 часов чтобы не отбирать лишнее время я подключил уже тестер и давайте сделаем общий замер так обычная 1800 и мерим так вот после после отстоя батарейка показывает 85 процентов по суху мы условно поставили 1800 ампер я честно говоря не могу сказать сколько эта сборка должна реально показывать ну условно поставили 1800 и давайте эти показатели запишем где у меня ручка так ну вот вчерашние показатели до отстоя 67 было сейчас 85 85 так пусковой пусковой ток я что вчера не записал что и оперный театр так ну покрутим ролик назад и уточним какой вчера по-моему 1400 а вот 1481 все записано 1481 сейчас у нас пусковой 1667 1667 и сопротивление 165 186 было НРЦ 1297 1297 1297 было 1371 до 1297 и сопротивление 165 165 ну батарея батарейки отстоялись и как бы видно явные улучшения так сейчас я замер не буду делать по отдельным батареям по отдельным батареям давайте замерим плотность что у нас вышло с плотностью так в этой баночке у нас 1 29 1 29 1 1 1 28 так ну примерно близко так вот эта батарейка нас интересует пробитая наш пробитый наш барсик так в этой которую мы упорно корректировали так 127 плотность 1 27 и рядом стоящая банка 1 1 26 с половиной почти 1 27 сейчас произведу еще дополнительную корректировку вот этого аккумулятора откачаю по 60 миллилитров электролита и добавлю по 60 миллилитров воды и будем делать общий дозаряд сборки 57 вымпелом напряжение без ограничений и пятью процентов нет получится не 5 а 2 с половиной где-то в районе 3 грубо говоря 8 ампер также дадим и сделаем до заряд до полного его завершения и затем сделаем еще один замер после этого и и по окончанию буду звонить клиентам чтобы они эти батарейки собирали ну давайте проверим еще те батареи которые отстоялись какие результаты выползут на них после отстоя после отстоя хочу сразу сказать ребят что я в чудеса не верю и принцип предельно прост в трехлитровую банку 4 литра воды вы не зальете сколько батарея выдает реально улучшить можно характеристики но незначительно 1250 после отстоя ну 74 процента по суху 1076 ампер до работы 63 процента по суху было и сколько там 996 ампер ну улучшение есть улучшение есть улучшение есть МРЦ 1274 вот так вот наверное лучше будет видно 1274 и вот этот показатель 256 сопротивления было 277 улучшение есть ну давайте вот эту вот потрепанную батарейку тюменскую которая с 28 процентами была по суху эти батареи будут кончать продолжать дальше кончать друг друга если их оставить в такой же сборке поэтому ничего удивительного в этом нет так здесь у нас 1300 ампер ну такую батарейку я бы не рекомендовал вообще к эксплуатации 33 процента было 28 5 процентов по суху добавилось 755 ампер пускового тока и НРЦ у этой батареи 1266 в принципе все это предсказуемо как я уже говорил про трехлитровую банку в которую нельзя налить 4 литра воды больше больше это батарея не раскроется во первых возраст и во вторых неправильная эксплуатация неправильный подбор он дает о себе знать так сильно растягивает ролик не будем он и так получается очень сильно растянутый сейчас подключая сейчас сделаю корректировочку в этой батарее и займемся до зарядом по 60 миллилитров отберу сделаю отбор потому что плотность явно завышенная сделаю отбор она плотность начала разгоняться стремительно и сделаем до заряд и после до заряда опять сделаем еще один замер и я буду звонить клиенту чтобы они эти батареи забирали звонок был еще вчера хотят заводить бульдозер пожелаем им приятных заводок будем так говорить подключил к выпиву выставляем 8 ампер и напряжение 17 с половиной то есть 17 давайте выставим 17 какое-то ограничение должно быть немножко и будем делать до заряд всего корректировку электролита будем делать до заряд до того момента пока нам либо нам выпил не подскажет что заряд либо окончен либо начнется снижение зарядного напряжения отключаем либо в том либо в этом случае что ж продолжается работа ролик вытягивается у нас очень длительное время поэтому останавливаем запись так ну вот прошел час двадцать пять одиннадцать с половиной ампер батареи приняли и клиенты подъехали и пока зарядник отключаю отстаиваться будет отстаиваться будет на заряднике сделаю отстой и потом сделаем еще один дозаряд вот батарейка отстоялась два с лишним часа сейчас включим еще на один дозаряд вот так вот только ток только заряжать будем дозаряжать минимальным током 4 ампера вот так вот а пока батарейка дозаряжается нам надо сделать давайте сделаем замер потность сделал еще одну корректировку в этой батарее и плотность у нас 1,28 после дозаряда 1,28 здесь и давайте глянем нашу пробитую нашего пробитого барсика электролит помутнел 1,28 здесь по плотности батареи выровненные уравненные сделаем еще один дозаряд после малым током это будет уравнивающий дозаряд у нас после этого сделаем сразу замер и буду звонить клиенту хотя сегодня вряд ли они уже заберут но в любом случае все замеры сделаю сегодня потому что если они даже будут забирать завтра то его возможно будут забирать с утра и никаких замеров я сделать не успею чтобы завершить этот ролик он очень сильно растянулся у нас очень длинное кино получилось надо было все таки разделить окончание на две части ну ладно что вышло то вышло и так прошло еще два с лишним часа вот 17,3 батарейка батарейки приняли на дозаряде и выпил написал что заряд окончен то есть эдс у нас выровнялся и батареи не берут заряд конечно полный объем не получилось сделать с этими батареями так как клиенту надо выпускать бульдозер или там погрузчик их ней катерпиллер должен выходить ну что сделано то сделано давайте сейчас сделаем замер время уже без 10 и 6 клиент сегодня не позвонил я ему тоже не звоню но сейчас сделаю замер и скажу чтоб завтра эту батарейку забирали так зарядку отключил отключаем клемм и так же как вчера сделаем тест без отстоя так пока поставлю на паузу подключусь ну вот сразу после до заряда без отстоя батарейка показывают 80 процентов по суху также выставил 1800 ампер и пусковой ток 1618 но после отстоя батарейка должна набрать должна раскрыться больше потому что сразу после заряда батареи свои характеристики не выкатывают полностью и нрc 1409 у нас было 85 после отстоя я думаю где-то как батарея отстоится 80 ну по меньшей мере 85 точно будет ну я думаю может 87 может даже 89 процентов будет по суху и пусковой я думаю в районе это эта сборка в районе 1700 ампер должна показать так сопротивление у нас чуть-чуть выросло 165 но это еще не все пузырьки схлопнулись водорода которые висят сейчас на пластинах оставляю эту батарею по отдельности мерить не буду не хочу прерывать процесс балансировки если получится завтра у меня я с утра сделаю еще замер и в какой-нибудь из роликов дальнейшие я этот замер ставлю но на этом буду этот ролик заканчивать потому что он у нас и так получился очень продолжительный как какой-то очень длинный сериал пишите в комментариях что я делал не так как делают все как делают обычно кто кто не согласен с моей с моими методами но критику я принимаю предметную то есть основанную на чем-то а не так то пошел ты все делаешь не так укажите на точки пересечения в которых я что-то сделал неправильно и я готов критики но к разумной естественно ланенько не буду еще сильнее вытягивать этот ролик он и так у нас получился довольно таки продолжительный всем удачи здоровья всем пока до новых встреч на моем канале все таки друзья решил сделать пусть немножко еще на пару минут удлини ролик все таки решил сделать замеры скинул перевычки и вот начался 2 батарея у нас показатели 2 батарея это после 1 до заряда и вот те показатели которые мы имеем сейчас чтобы не давать лишним повод хейперам поухмыляться так вот 94 по суху 1216 по пусковому току и сопротивление 226 было 229 и после первого до заряда сейчас батарейка отстоялась буквально в режиме балансировки минут 20 наверно нрц 1353 так сейчас ставлю на паузу чтобы не удлинять сильно ролик и переметнемся к первой батарейке ну вот показатели первой батарейки 88 процентов по суху 1173 по пусковому току и нрц 1343 вот подключены были показатели вот такие для сравнения 88 здесь 83 после отстоя эти батарейки еще наберут и самое главное что они будут немножко поближе сильно хорошо приблизить их не удастся но параметры полная батарея 24 вольтовой будут конечно же гораздо лучше сейчас ставлю на место перемычки и собираюсь домой а вот теперь друзья всем пока